Привет! Привет, ребята! Сегодня мы покажем вам кучу моделей атомной бумаги. Ну что же, поехали! Итак, первое это у нас вот такой вот вагон-пульман и его можно будет открыть. Вот в нем вот такой вот груш. Кстати, на все вот эти вот видео, как мы их выбирали, я оставлю ссылку в описании. Вот у нас вот такой просто простенький вагончик, который называется пульман. Итак, и приступаем к следующему. Итак, следующий это у нас вагон-теплушка. Смотрите, давайте мы его тоже откроем. Вот у нас такой вот вагон, у него внутри ничего нету абсолютно. Теперь закрываем его. Вот у нас такой вот вагончик-теплушка. Следующий это у нас локомотив ЭП-20. Он вот тут вот тоже чуть-чуть поломался, но ничего страшного. Его теперь нельзя открыть. Кстати, самое интересное то, что вы смотрите, знаете чего? Он теперь не двухосный, а трехосный. Трехосный. Вот раз, два, три. То есть у него три полёсных пары. Так, дальше это вот шестерна, на которой написана вода. Это пожарная шестерна. На ней почему-то вот это такая лестница. А вот этот бак это куда заливает чего-нибудь. Так, вот здесь буква вот так выглядит снизу. Кстати, снизу она странная довольно, потому что тут нет колёсных пар, потому что вот тут вот видите одна. Ладно, давайте приступаем к следующему. Итак, следующий это у нас вот такой вот полувагон-углярку называется. Вот так он выглядит. У него внутри ничего особенного нет. Такой вот простенький вагончик. Итак, следующий это у нас пассажирский, 14-метровый пассажирский вагон СССР. Вот, надеюсь, что вам видно, вон СССР написано. Так, он похож на детский железнодорожный вагон. Вот так его выглядит там, там ничего особенного нет. Так выглядит межвагонный переход. Кстати, смотрите, там тоже есть стекло. Вон так я вам могу показать. Там есть ещё одна дверь такая же, которая идёт в салон, как в электричке. Кстати, вон там деревянное сиденье. Вон, надеюсь, что вам видно. Вон там деревянное сиденье, это старый вагон. Кстати, мы такое видели ещё в музее в Норильском вокзале. А ссылку в описании на него я оставлю внизу. Так, следующий это у нас вот ласточка, которую мы собирали первый. Вот у нас такая вот морда. Морда вот такая вот. Смотрите. Давайте мы сначала заглянем в кабину. И вон мы видим два кресла. Вон они, надеюсь, что вам видно. Вон они. И вот такое здесь вот окошко. В нём ничего не видно. Вон там немножко. Это такой вот тамбур в ласточке. С1. Кстати, такие ещё ласточки ходят и на МЦК, только там С2Г. Кстати, ещё есть С1П и С2ГП есть. Хотя С1П это новая модель ласточки. У нас такие там синие и красные есть. И на ласточках вот такие кнопки есть. И то, что я хочу сказать. У ласточек С2Г открыты вот эти, которые дверки. Потому что ласточки они тяжёлые. Вот так выглядит ласточка сверху. Наверху у неё прожектор такой вот. А вот так вот. У неё даже есть вот эти вот подножки под высокие платформы. Вот так она выглядит сверху. Снизу. Так сверху выглядит. Итак, ребята. А следующий это у нас вот такой вот локомотив. Вот у него вот такие цифры. А этот вот старенький. У него, кстати, смотрите, пантографы есть. Он тоже открывается. Давайте мы его откроем. Сейчас только вот у меня отваливается. Кстати, он трёххолстый. Так. Так вот. Давайте сейчас мы откроем. Вот так он выглядит. И, к сожалению, я вам не могу его показать. Потому что он меня открывает слабо. А дальше это у нас вот известный, всем известный двухэтажный поезд. Вот так сейчас я покажу, как выглядит тамбур. Он выглядит тамбур. Также ничего не видно. Это вот. Это вот. Кстати, это вот. Он на маршруте Санкт-Петербург. Смотрите. Санкт-Петербург, номер 16. Это купе проводника. Вот такой вот двухэтажный вагон. Он не открывается, но зато прикольный. Купешный дверь. Давайте с другой стороны. Так вот там мы видим купешные двери. И у него вот так вот. Вот такой вот двухэтажный вагон. И, а вот тут у него есть двери у боковых частей вагона. Пожалуй, это, пожалуй, что ласточка и двухэтажный вагон, это два моих самых любимых. Ну, два моих самых любимых модели от умной бумаги. Итак, приступаем к следующему. Дальше это у нас вот такой вот вагон. Аминдор. Ну, или, ну, купейный, скорее всего. Тут на маршруте Ленинград-Новосибирск. Кстати, давайте мы его откроем. Он открывается. Вот, смотрите, вот так вот его выглядит коридор. Вот так вот его тамбур выглядит. Вот такой вот простенький тамбур. Вот. Купе открытый, закрытый, чуть-чуть открытый. Он даже чуть-чуть закрытый вот есть. А сейчас я покажу с другой стороны. Так. Так. Так, сейчас. Открываем. Вот так его купе выглядит. Вот тамбур с другой стороны. Вот туалет, вот тут вот. Вот такие вот купешки тут. Тут даже столики есть. Тут даже какие-то повешенные. Тут всякие, наверное. Вон модели, книжки лежат на столе. Туалет. А это вот купе проводника. Вот это вот. Которое вот это. Вот это вот купе проводника. Это еще один туалет. Закрываем. А сейчас и вот такой вот простенький переходик. Так. Вот написано красная стрела. Вот. Вот. Красная стрела. А вот это вот также герб СССР. Давайте мы его тоже откроем. Кстати, тут у меня столики выпадают. Если у вас такие же модели есть и выпадают столики, то есть сейчас покажу, как их надо прикрепить. Тут вот есть такие вот углубления. Углубления. И мы их так вставляем. У меня, к сожалению, его упадают. Ладно. Ладно, он абсолютно такой же, только это адрес красной стрелы. У нас вот такой вот у нас похожий вагон пульман. И у него вот такие вот бочки теперь в грузе. Так, итак, дальше у нас брени паровоз. Вот брени паровоз у нас вот. Такой вот брени паровоз тут. Вот. Довольно-таки он необычный. Довольно необычный. Достаточно необычный, потому что... Вот, необычный он, потому что... Ну, вот тут вот деревья нарисованы. Это, чтобы когда он в лесу едет, чтобы было не видно паровоз. Так, дальше это у нас вот бронеплощадка, где крутятся вот эти вот пулялки. То есть стрелялки. Дальше это у нас платформа от брени паровоза. И дальше у нас тоже довольно интересный. Это у нас вот такой вот почтовый сапсан. У него морда, как у сапсана. Я его на почте покупал, на почте России покупал. И так, дальше у нас вот очередной вагон углярки зеленый. Дальше это у нас вот обычная платформа. И последняя модель на сегодня это вот такая вот цистерна умная бумага. На ней написано это НОЛ. Вот. Сейчас. Ум-бум. Умная бумага. И даже с QR-кодом есть. Может оно как-то сканируется? Но вообще напишите в комментариях. В комментариях вы можете написать, какая модель вам понравилась больше всего. Подписывайся на мой канал. Пока-пока. Пока. Пока.